14 февраля во Дворце культуры «Спартак» прошел фестиваль молодежного творчества «Дружба народов», приуроченный Международному дню родного языка. Всего в творческом мероприятии приняли участие 30 студентов среднеспециальных учебных заведений города. По завершению всех прослушиваний, 20 февраля в Малом зале Дворца культуры провели церемонию награждения победителей и участников конкурса. Перед тем, как приступить к официальной части мероприятия, перед присутствующими выступила начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшата Таева. Конечно, первый день пришел, день обора. Мы очень много говорили о значении родного языка. Молодежь, честно признаюсь, поднимите руки, кто дома на родном языке говорит. Поднимите руки. Все говорят. Все говорят. Молодцы. 7% и 100%. Это уже хорошо. Вот говорят, язык народа – это детство вокруг души, его застояние. Очень, конечно, хотелось бы, да, вот с трудом вы учите песни на английском языке, да, на иностранном языке. А вот на равно мне, если кто-то это обучался, учить либо стихотворение без принуждения, как говорится, преподавать или просто понравилось стихотворение какого-то автора, писателя. Но хотелось запомнить его, сохранить как бы спать. На награждении присутствовали заместители директоров по воспитательной работе СУЗов города, руководители молодежных центров, преподаватели родных языков и студенческая молодежь. Насколько важно любить и ценить свой родной язык в своем выступлении, рассказал корреспондент газеты «Кумухтуз» и преподаватель родного языка Сурсай Чанаева. Родной язык – это не только уметь на них говорить, но на уроках родного языка ребята изучают свою культуру, свои традиции, свою историю. Зная родной язык, вы получаете очень много знаний о себе, кто такие, о своем народе. Без языка нет нации. Язык свой надо читать, любить, говорить на нем. Очень много в последнее время культурных мероприятий. У нас в городе даже сколько театров у Морской, Аварской приезжают. Да и других творческих вечеров много проводится. Я бы хотела призвать нашу молодежь. Ходите, участвуйте, смотрите. Это очень интересно. А язык – это наше богатство. Мы не должны лишать себя самого ценного нашего богатства, нашего языка. Кто любит свой родной язык, тот любит и свою родину. Кто любит свой язык, тот любит свою мать, отца, брат и все. Вот я, у меня есть внук Амад. Он все время ходит в садик и, как и все дети, разговаривает на русском языке. Когда они приезжают к нам в гости, я все время на кумыкском языке общаюсь. Он со мной на русском, я делаю вид, как будто я не понимаю русского языка. А, а, вот так. Амад идет домой и маме говорит. Какой у тебя папа плохой? Это обо мне. А почему мой папа плохой? Он вообще не знает русского языка. Как? Он вообще не знает русского языка. Все время он нас со мной на кумыском языке разговаривает. Я хочу, чтобы вы все время дома, на улице, с родными, близкими, разговаривали только на родном языке. Лауреатов фестиваля наградили дипломами городского округа город Хасавьер. Кроме того, руководителям проектов, представленных на конкурс, вручили благодарственные письма от администрации города. По итогам жюри первое место в номинации «Обычи и традиции моего народа» было присвоено команде Аграрно-экономического колледжа. В номинации «Песня на национальном языке» победу одержала студентка профессионального педагогического колледжа Эльвира Асланбекова. В номинации «Стихотворение на национальном языке» выиграли студенты трех СУЗов города. Это медицинский колледж Марха Султанмурадова, профессиональный педагогический колледж Нюржан Арсланбекова и аграрно-экономический колледж Яха Баширова. Хотелось бы вас всех поздравить с Международным днем родного языка. Замечательно, что в нашем мире вообще отмечают такой праздник, потому что с годами мы все как-то начинаем говорить на одном языке, на русском. И родной язык, как-то он потихонечку, я сужу по своим детям, они уже у меня понимают родной язык, но не говорят, к сожалению, это мое упущение большое. Конечно, бабушки приходят, начинают ругать нас, да, наверное, то же самое у вас в каждой семье происходит, я уверена. Это наше большое упущение, нам нужно говорить с нашими детьми на родном языке. Еще несколько поколений этот язык просто пропадет, исчезнет, это будет очень неправильно. И на сегодняшний день спасибо большое вашему отделу по делам молодежи, что вы действительно уделяете большое, как бы, много времени, много значения для этого праздника и вот в таких конкурсах вот это все выражаете. Бурлея Цанбиева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.